Всем привет! Меня зовут Мария Сайфина, я технолог здорового питания, нутрициолог. Я приветствую вас на моем канале Здоровый образ жизни в удовольствии. И сегодня давайте мы с вами поговорим про кожицу от курочки. Очень многие ее боятся, считают, что ее обязательно нужно снимать, что там какие-то накапливаются канцерогены и так далее. Итак, давайте разберемся, вообще посмотрим на состав данного продукта и разберемся, нужен ли он в рационе здорового человека. Итак, сейчас на экране у вас появилась калорийность, количество жиров, белков, углеводов в кожице от курочки. И вы прекрасно видите, что это очень-очень-очень высоко жировой продукт. И он богат холестерином, богат насыщенными жирами. Омега-3 там, конечно, мало и богат омега-6 жирными кислотами. Кожица от курочки, так как имеет высокое количество жиров, она очень высоко калорийна. И когда мы, соответственно, снимаем кожицу от курочки, то мы уменьшаем калорийность нашего блюда. Это будет актуально для людей, которые хотят в целом уменьшить калорийность рациона, снизить вес. И также это будет важно для людей, у которых нарушен липидный профиль крови, есть атеросклероз, высокий общий холестерин, высокое количество лип протеинов низкой плотности и малое количество лип протеинов высокой плотности. Вот для таких людей классно снимать кожицу с курочки. В принципе, можно есть курицу вместе с кожицей. Я запекаю курицу сама и ем вместе с кожицей. Потому что я человек активный, и я могу позволить себе достаточно высокое количество жиров в рационе, в том числе и насыщенных жиров, и холестерина. Но при этом нужно понимать, что если вы человек достаточно гиподинамичный, вы рассчитали свое количество жиров, один грамм жиров в целом на килограмм массы тела в норме, вы должны понимать, что 30% от всех жиров или 1 треть – это насыщенные жиры. Не более. Лучше всего насыщенные жиры сокращать в рационе и доводить до количества не более 1 треть от всех жиров. И 2 третьих жиров должны быть полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты. Если говорить о полиненасыщенных, то соотношение омега-3 к омега-6 классно, если вы соблюдаете здоровое для нашего организма, для наших внутренних сред, для липидов, входящих в составы мембран наших клеток – это 1 к 5 дефис 10. То есть омега-3 к омега-6 – 1 к 5 дефис 10. Обычно в питании современного человека это соотношение 1 к 20, 1 к 50, 1 к 70. Это как раз когда много насыщенных жиров в рационе, много переработанной продукции. Человек вроде как говорит, я же не ем жирное. Но если посмотреть, то в основном употребляются именно насыщенные жиры. А полиненасыщенных жирных кислот с акцентом на омега-3, то есть именно активные формы экозапентагеновой и докозагексоеновой жирных кислот, которые у нас из жирной рыбы поступают, то есть из животных продуктов, из морепродуктов, в рационе современного человека нет. Так вот, кожица от курочки у нас содержит насыщенные жирные кислоты, которые нужно нормировать в рационе, и также содержит холестерин. Норма холестерина 300 мг в день, но при этом нужно понимать, что нужно делать акцент на нормировании всех насыщенных жиров. Если у вас избыток насыщенных жиров поступает, то избыток холестерина поступает тоже. Холестерин у нас по большей части синтезируется в печени, и на самом деле в норме это жироподобное вещество очень важно для синтеза кортикостероидов, то есть это гормоны нашего организма, жировой природы, для синтеза половых гормонов, эстрогена, эстрадиола, также тестостерона, то есть это мужское и женское репродуктивное здоровье. На низкожировых, низкокалорийных диетах у женщин часто пропадает репродуктивная функция, нарушается менструальный цикл, поэтому жиры для нормального функционирования репродуктивной функции женщины для месячного цикла очень важны. Далее жиры участвуют у нас в том числе насыщенные жиры в синтезе желчных кислот, в усвоении жиров других также участвуют. Они участвуют в усвоении жиростворимых витаминов А, Д, Е, К. Они участвуют в красоте кожи и также холестерин важен для стабильности мембран наших клеток, но важен, если мы им не переедаем, потому что холестерин это жесткость мембран. И если слишком много холестерина и насыщенных жиров в рационе, то мембраны клеток становятся очень жесткими и через них плохо проходят продукты метаболизма, возникают различные воспалительные процессы. И также в клетку наоборот плохо проходят различные питательные вещества, плохо доставляются в том числе и кислород. Когда в организм постоянно поступает избыток насыщенных жиров, в том числе и холестерина, много синтезируется лип протеинов низкой плотности. Это так называемый плохой холестерин, но плохой при его избытке и при недостатке лип протеинов высокой плотности. То есть лип протеины низкой плотности синтезируются в печени. Их функция это доставлять холестерин, насыщенные жиры к органам и тканям в составе как раз вот хиломикрона, в составе лип протеинов низкой плотности, комплексов с белками. Потому что жиры у нас гидрофобные вещества, они не могут просто так циркулировать в крови, им нужен как бы переносчик. И этим переносчиком у нас в организме являются белки. И лип протеины низкой плотности, то есть это холестерин и различные другие фракции жиров, плюс белок. Лип протеины низкой плотности или очень низкой плотности циркулируют в крови и отдают холестерин различным органам и тканям, которые соответственно в нем нуждаются. А лип протеины высокой плотности, они наоборот забирают избыток холестерина и далее идут в печень и вот этот холестерин отдают уже на синтез желчных кислот, которые выводятся из организма. То есть избыток холестерина, он как-никак из организма выводится. Но если он постоянно поступает в результате несбалансированного питания, то соответственно он накапливается где? У нас в крови. Идет повышенный общий холестерин. Он откладывается на стенках сосудов. Получаются вот эти самые атеросклеротические бляшки. При своем разрастании атеросклеротическая бляшка уменьшает просвет сосудов, то есть увеличивается артериальное давление. Также уменьшается приток кислорода к органам и тканям, вследствие чего может быть недостаточное поступление, оксигенация данного органа и недостаточное поступление питательных веществ. И самыми отрицательными последствиями, конечно, является инфаркт миокарда. Это повреждение нашей сердечной мышцы, сердце самое главное, мышца нашего организма в результате отрыва тромба, закупорки сосудов. И ишемический инсульт это повреждение участков головного мозга. В данном видео мы с вами рассмотрели и положительные свойства холестерина. Это очень важный компонент строительства нашей здоровой репродуктивной системы, наших стероидных гормонов. Допустим, кортикостероиды, тот же самый альдостерон, кортизол, допустим, это гормоны стероидной природы. И также мы рассмотрели отрицательное влияние избытка холестерина. И поэтому важно держать золотую середину. Кожица от курочки не вредна и не полезна. Нужно рассматривать каждый продукт согласно вашему личному индивидуальному образу жизни, уровню физической активности, вашей потребности в жирах. Очень часто корочка от курочки впитывает жиры, в которых продукт жарится и становится еще более жировой бомбой. При этом жарим мы в растительном масле часто и это уже окисленные жиры, то есть омега-3. Здесь не поступает, а наоборот поступают высокоокисленные жиры, поступают трансизомеры жирных кислот, только калории, никакой нутритивной ценности. Продукт жировая бомба. Далее, если курочку с кожицей еще и панируют в муке и сухарях, то панировка всегда задерживает жир. Да, она не дает выйти влаги из продукта, то есть сохраняет сочность его, но она и впитывает лишние жиры и удерживает лишние жиры и тоже может повысить калорийность вашего продукта в разы и также повышает количество простых легко усвояемых сахаров. Да, это мука или панировка нутритивно-бедные углеводы. Зачем вам это нужно? Поэтому кожица от курочки бояться не надо. Нормируем просто и отдаем себе отчет. Мы же с вами взрослые люди. Если мы высокоактивны, то да, можно. Нормируем. Если гиподинамичны и достаточно много других источников, насыщенных жиров, молоко, допустим, сыры, яйца, другие продукты животного происхождения с высоким количеством жиров, это может быть сало, это может быть говядина, свинина и так далее, то, конечно, нормировать количество кожицы от курочки нужно. И, конечно, приоритетно ее снимать, если ваша задача это снижение веса и улучшение липидного профиля в вашей крови. Очень часто люди боятся, что в этой кожице какие-то пестициды, антибиотики и так далее. Вопросы про накопление антибиотиков, гормонов, паразитов, про санитарию, гигиену, микробиологию мы проходим на моем курсе искусства здорового рациона и там разбираем эти вопросы. Бояться не нужно, потому что все показатели строго нормируются и крупным производством просто невыгодно выпускать на рынок продукт, в котором какой-то показатель превышает нормативы, ведь это как минимум простое производство при обнаружении, это штрафы или это закрытие всего производства. Про все это более глубоко мы проходим на моем курсе искусства здорового рациона, смотрим, что нормируется и в каких количествах все это нормируется. Также тяжелые металлы, допустим, и так далее. Ссылочка на описание курса и старт ближайшей группы здесь внизу под видео. Также приглашаю вас на мой марафон привычек здорового питания. Быть может он поможет вам все-таки начать делать, совершать действия, чтобы прийти к нужным для вас результатам в области здорового питания. Также подписывайтесь на мой канал телеграм, ссылочка здесь внизу, там я делюсь различными полезностями и мотивацией к здоровому образу жизни и физической активности. С вами была Мария Сафина, технолог здорового питания, нутрициолог. Желаю вам прекрасного дня. Пока-пока, увидимся в следующих роликах. Субтитры создавал DimaTorzok